МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О новых мирах поддержки. Какая помощь ждет семьи с детьми в этом году? В память о катастрофе. В администрации прошел прием ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В мире вакансий службе занятости населения 30 лет. Далее расскажем обо всем подробно. Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 апреля в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. Президент объявил о том, что Нижний Новгород сможет продолжить работу над развитием метро и заняться обновлением центра города. Также он рассказал о планах продления трассы Москва-Нижний Новгород-Казань до Екатеринбурга. Строительство автомагистрали хотят завершить до 2024 года. Что еще анонсировал глава государства во время своего ежегодного послания, расскажем далее. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки семьи с детьми. По инициативе президента беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, установят новую выплату по 6 350 рублей в месяц в среднем по стране. Глава государства заявил о том, что с 1 июля детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, назначат выплату в 5 650 рублей. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Поэтому семьи с детьми школьного возраста получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эту выплату назначат и родителям будущих первоклассников. Деньги перечислят в середине августа. Также президент предложил выплачивать больничный по уходу за ребенком до 7 лет в размере 100% от заработка. Зачастую больничный зависит от трудового стажа, и получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Владимир Путин напомнил, что до 2026 года расширена и продлена программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождения первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей. С 1 января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание для всех младших школьников. И эта мера также стала подспорьем для семьи. Также он анонсировал, что до 2024 года будет направлено 750 миллиардов рублей на строительство 1300 новых школ по всей стране. 35 миллиардов рублей выделит на закупку 16 тысяч новых школьных автобусов. Также президент упомянул, что в прошлом году классные руководители в школах стали получать по 5000 рублей за классное руководство. И сейчас глава государства откликнулся на просьбу педагогов среднего профессионального образования. Так как пандемия коронавируса еще не завершилась, Владимир Путин призвал горожан привиться от COVID-19 и сформировать коллективный иммунитет к осени. В рамках поддержки системы здравоохранения до 2023 года селы, малые города и поселки городского типа России получат 5000 автомобилей скорой медицинской помощи. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Пандемия негативно сказалась на российском бизнесе, поэтому президент поручил разработать к лету новые меры поддержки, в числе которых будут новые налоговые и кредитные меры. Помимо этого стало известно о продлении выданных в прошлом году бюджетных кредитов до 2029 года. А все долги по коммерческим кредитам, взятым с субъектами Российской Федерации сверх 25%, от объема доходов заменят бюджетными кредитами. Также компании смогут получить льготные кредиты на 15 лет с годовой ставкой 3-5% на строительство гостиниц. Губернатор Глеб Никитин, комментируя послание, заявил, что Нижегородская область готова к исполнению поручений президента Российской Федерации. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В администрации прошел торжественный прием ликвидаторов впоследствии аварии на Чернобыльской АЭС. Свидетели тех памятных событий поделились впечатлениями, рассказали свои истории пребывания в 30-километровой зоне, о вкладе в масштабную работу. Также речь шла о необходимости установки в нашем городе памятника ликвидаторам аварии. Общественная организация «Союз Чернобыль» в Сарове существует 27 лет. Сейчас в нее входят почти 300 ликвидаторов последствий аварии, которые всколыхнуло весь мир. Это люди, которые самоотверженно вкладывали силы и время, рисковали здоровьями, жизнями ради восстановления радиационной обстановки. Перед 35-летней годовщиной со дня Чернобыльской аварии глава города и представители городской думы организовали торжественный прием. «Слова благодарности за то, что вы выбрали то направление, тот путь, и чего бояться этих слов, спасли наши территории от возможного развития ситуации, при которой наша страна выглядела бы иначе». За общим столом ликвидаторы поделились впечатлениями, рассказали свои истории пребывания в 30-километровой зоне, о своем вкладе в масштабную работу. Также участники встречи обсудили необходимость установки в нашем городе памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. С этой инициативой члены Союза выступают с 2010 года. Специалисты подготовили эскизы, составили предварительные сметы. Но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. «Если руководство города эти вещи понимает правильно, то они должны это дело сделать, открыть, чтобы люди знали, что была такая большая беда, которую советские люди победили и этот вопрос решили, который многих, многих, две трети уже их не на живых». Участников чернобыльских событий наградили благодарностями от администрации города. Глава пообещал взять вопрос с установкой памятника на особый контроль. Дарья Козина, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Подведены итоги конкурса видеороликов «В память о победе». Это часть одноименного совместного проекта Союза детских организаций «Сияющие звезды» и Городского союза старшеклассников «Статус». Школьники, родители и педагоги записывали на видео свое исполнение стихов или прозы о Великой Отечественной войне. Из 92 работ отобрали 76 роликов. Их вы можете увидеть в эфире нашего телеканала. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Рособранадзор проводит марафон по оказанию помощи выпускникам, которым в этом году предстоит сдать ЕГЭ. Это серия онлайн-мероприятий, направленных на оказание помощи одиннадцатиклассникам. В программе обсуждение контрольных измерительных материалов, единого государственного экзамена, особенности выполнения заданий. Прямые трансляции, а также их записи можно посмотреть на Ютуб-канале Рособранадзора и на странице Рособранадзора в социальной сети ВКонтакте. На летний каникул для саровчан в детском центре «Березка» осталось всего 30 мест. Стоимость услуги для жителей города – 4200 рублей. Продолжительность летних смен – 14 дней. Первая начнется 6 июня. Также в августе будет организована профильная лидерская смена для детей от 14 лет и студентов до 23 лет. Продолжительность – 10 дней. Контактный телефон – 99-210. Центр милосердия при волонтерском центре «Радость моя» опубликовал список актуальных нужд. Малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам и инвалидам требуется компактный шкаф для одежды и двухъярусная кровать, компьютеры, МФО, одежда и обувь, памперсы, постельное белье, стиральные машинки и холодильники БУ. Принести пожертвования можно на гуманитарный склад на улицу Пушкина, 24А. Также православный волонтерский центр «Радость моя» приглашает в свои ряды новых людей. Нужны юристы, психологи для работы с подопечными на безвозмездной основе. Постоянно требуются волонтеры и перевозчики для доставки помощи. Телефон для связи 8 906 35 34 637 с 10 до 19 часов. Служба занятости отметила 30-летний юбилей. С праздником сотрудников Центра занятости населения Сарова поздравили представителей городской администрации. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Люди, которые решают проблему, они создают. Так отозвался о сотрудниках Центра занятости глава Сарова Алексей Сафонов. В этом году служба занятости отмечает 30-летие. Закон об образовании ведомства вышел 19 апреля 1991 года и остался единственным неотмененным с тех пор. В нашем городе Центр занятости населения появился в октябре 1992 года. Подчинялся то местной власти, то федеральному центру, то региону, проживая вместе со страной все трудные времена. Дефолт, экономические кризисы, а теперь и пандемию. Если вспомнить прошлый год, незабываемый для всех, конечно, что вам довелось, то есть, что, какой объем работы пришлось провести, те более 500 горожан, которые к вам обратились, это целая жизнь, целый геройский подвиг. И мы справились, как говорится, город прорудил жить, подали людям надежду. Поэтому отдельное спасибо именно за 2020 год. За такой сложный, но важный труд глава Сарова наградил благодарственным письмом администрации города весь коллектив Центра занятости в лице его директора Лидии Корнеевой. Лидия Николаевна возглавляет учреждение 20 лет, 2001 года. И считает, что даже с течением жизни, с теми изменениями, которые происходят из года в год, самым главным остается человек. В недаром в социалистическом времени говорили, кадры решают все. Это действительно так, что кадры решают все. Я очень рада, что есть такой трудоспособный коллектив. Да, он меняется. Люди уходят на другую работу, потому что, как говорят, она стузница кадров. Люди уходят на заслуженный отдых. Это тоже нормально. Но остается всегда это стремление помочь человеку. Большая часть сотрудников Центра занятости населения Сарова из числа безработных. Они пришли сюда в попытке трудоустроиться и остались здесь работать. И теперь сами прикладывают усилия для того, чтобы потеря работы не была для любого саровчанина тупиком, а стала шансом. Смена профессиональной деятельности или поменять какой-то вектор направления своих деятельностей это одна ситуация. Она не совсем плачевная для человека. Когда человек теряет уже работу непосредственно у нее, то есть вот сегодня была, а завтра он нигде. И вот людям помочь, то есть помощь вот в этом. Как-то найти связующее звено между работодателем и претендентом на эту вакансию. Заместитель директора Центра занятости Алла Соботина в числе других сотрудников получила благодарность по случаю 30-летия службы. Когда она училась на юридическом факультете техникума, трудовое право студентам преподавала Лидия Корнеева. В 2004 году Алла пришла работать юрисконсультом под ее начало. Замечательный микроклимат и суть деятельности, служба людям – это главное, что нравится в Центре занятости Алле Васильевне и ее коллегам. И не только им, но еще и тысячам саровчан, которые получили здесь поддержку и нашли работу. В Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Установлен запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях, населенных пунктов и прилегающих территориях. Выжигание травы, посещение гражданами лесов при наступлении 4-5 классов пожарной опасности. Проведение иных пожароопасных работ, например, приготовление блюд на мангалах. Сотрудники лесопарков будут патрулировать населенные пункты и штрафовать нарушителей. Граждане заплатят от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица от 200 до 400 тысяч рублей. Баскетбольный клуб Атом приглашает саровчан на очередной домашний матч. В четвертьфинале наши спортсмены встретятся с командой новое поколение из Нижнего Новгорода. Подробности далее. Псаровские баскетболисты все ближе к заветному званию чемпионов Нижегородской области. На предстоящих выходных пройдет четвертьфинал. БК Атом встретится на домашней площадке с командой из Нижнего Новгорода новое поколение. Команда заняла третье место в своей группе. Команда молодая, быстрая, амбициозная. Ну, в общем-то, они хорошо себя показали там у себя в чемпионате в своей группе. Поэтому будет довольно непростая игра. После майских праздников команды, которые пройдут дальше, сразятся в финале четырех в Нижнем Новгороде. Уже несколько лет БК Атом держит планку и занимает одни из первых позиций в своей группе на областных соревнованиях. Этот сезон саровчане преодолевают уверенно, несмотря на пандемию и травмы некоторых игроков. Коллектив также пополнили новые лица, которые достаточно быстро сыгрались с опытными спортсменами. Однозначно выпадет Тимофей Глушков. Дай Бог ему здоровья. У него, кстати, сегодня день рождения, поэтому от всей команды поздравляем. Ну, еще на стадии формирования команды у нас один из ведущих игроков прошлых лет. Ефимов Денис. Ну, чего ж теперь. Соответственно, команда должна, наоборот, только сплотиться и показать свои лучшие качества, самоотдачу и характер. Отступать некуда. Проиграл. Остался дома. Игра саровчан с БК «Новое поколение» пройдет 24 апреля в зале спортивной школы «Юниор». Начало встречи в 13.00. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!